И я хочу закончить с последней сессии. И я хочу вам дать 14 основных аспектов служения старейшим. И потом мы продолжим, как решать вопросы, ситуации в команде. Итак, номер один. Помогать собранию расти в познании Бога. Давать Слово Божье и учить доктрин. И это означает, что они особенно должны знать хорошо Слово Божье. Номер два. Быть человеком молитвы. Или женщиной. Мужчиной или женщиной. В некоторых ситуациях это сложный вопрос, когда женщина старейшина. В Писании в этом нет проблемы. Но они должны быть людьми молитвы. И поддерживать свое духовное состояние. И быть поддержкой для других. Они должны быть мужчиной или женщиной в действии. Это номер три. Простите. Служить так, чтобы верующие имели возможность расти в их духовной жизни. Номер четыре. Учить. Консультировать. Наставлять. И предупреждать. Окей. Учить. Консультировать. Наставлять. И предупреждать. Все это приравнивается к кормлению овец. Номер пять. Важность того, что кто-то может хорошо общаться с собранием. Но также ведет тогда, когда в этом есть необходимость. Мы понимаем, что что-то может произойти. Чего вы не ожидали. И у них должна быть возможность вступать в эти ситуации. Окей. Номер шесть. Старейшины, они ведут все дела общины. Окей. Чтобы это исполнять, они должны иметь ясное видение того, что Бог хочет для собрания. Без видения люди умирают. Окей. То, о чем говорит Писание. Номер семь. Они должны быть примером для других. Я считаю, что это один из ключевых аспектов для старейших. Что их вся жизнь должна быть примером. Она должна соответствовать требованиям Писания. Я знаю, что это звучит громко. Что это тяжело понять. Но это серьезно. Если вы хотите исполнить функцию лидера, тогда ваша жизнь должна быть в порядке. Но это не означает, что вам нужно быть совершенным. Но вам нужно быть смиренным, чтобы замечать свои ошибки. делать необходимые исправления и быть готовым сказать «Я виноват», «Я неправ». Это важно. Вы должны избавиться от гордости. Вся ваша жизнь должна быть примером. За последние годы в некоторых общинах я видел, что эти правила, они изменили свое значение. Я не считаю, что это очень хорошо. Сейчас, я думаю, что вы понимаете, я больше как учитель, чем проповедник. Я хочу, чтобы вы поняли библейский контекст. Номер восемь. Они снаряжают верующих для работы в служении. Это также включает вдохновение и предоставление необходимых возможностей для всех. Без любимчиков. Без внутренних таких кругов. Это смертельно. Это смертельно как и для лидерского состава, так и для собрания. Номер девять. Работа служения включает евангелизм и общинный рост. Старейшины имеют первичную ответственность развивать служение в поместном собрании. Какой тип евангелизма мы будем развивать? Какое детское служение? Какие идеи мы имеем? Они также должны искать и смотреть за тем, как развивать новые собрания. Номер десять. Они должны представлять церковь внешнему миру. Общаться с лидерами общин. То, что я имею под этим, это государственные лидеры. Мэр, лидеры государственных учреждений. В обществе, в котором я живу, мы имеем очень хороший контакт с мэром, с главой города, с директором школы. Мы имеем открытые двери, чтобы раз в месяц проводить встречу. И один из старейшин идет на эту встречу, чтобы молиться. Они приглашают нас, чтобы приходить и молиться. Вы понимаете, о чем идет речь? Номер одиннадцать. Они нужны для того, чтобы смотреть и чтобы благословлять служение. И все, что происходит в собрании, детские встречи, молодежные служения, проекты по евангелизации, миссии. Разные служения. Старейшины, они нужны для того, чтобы смотреть за этим, идет ли оно хорошо. Направлять, когда это необходимо. Но также, чтобы молиться и благословлять эти служения. Номер двенадцать. Молиться за больных. Номер тринадцать. Они также вовлечены в нужды пастырей этого собрания. Иными словами, у них должна быть способность к консультированию. На индивидуальном уровне. Также для семей. В разных ситуациях. Это пастырская сторона этого служения. И номер четырнадцать. Они должны быть служителями Бога. Внутри. И во внешнем мире. И вот эти четырнадцать характеристик, которые я верю, что они главные. Если мы смотрим на этот список, и мы должны понимать, что ни один старейшина не может делать все это. Вот почему вам нужна команда. Команда старейшин с разными дарами и возможностями. И как я уже говорил ранее, Бог дал церкви пятикратное служение. Мы находим подтверждение в двух местах. Ефесянам 4 глава, одиннадцатый стих. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. И первое Коринфянам 12, 28 написано. И иных Бог поставил в церкви. Во-первых, апостолами. Во-вторых, пророками. В-третьих, учителями. Далее, иным дал силы чудодейственные. Также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. И как вы видите, в первых местах указано пять служений. Но во втором месте описания мы видим еще, что добавляются к служениям другие служения. И последнее, о чем я хочу сказать, что в Ефесянам 4 главе написано, что он дал. И в первом послании Коринфянам, что он установил. То есть, он дал и установил. То есть, он поставил их на то место, где он хочет, чтобы они были. Теперь мы начнем другую тему нашего... Первая Коринфянам 12, 28. Как мы решаем вопросы, проблемы? Я всегда хочу использовать слово старейшина, но вы должны понимать, что речь идет о лидерах. Лидер — это мирской термин. Библейский термин — это старейшина. И поэтому нам нужно это понимать. Но когда мы приходим, собираемся вместе как команда, несовершенные люди со своим прошлым, со своими ситуациями, тогда приходит время для сложностей и проблем. И мы должны увидеть, как мы можем их решить. Есть несколько сфер, где эти конфликты могут возникать. Но самые частые — это три категории. Конфликты по причине запинающегося греха. Среди верующих. Мы сейчас не говорим о мире. Мы должны понимать, что мы продолжаем грешить, и нам также нужно прощение. Также может быть конфликт с лидерским составом. И также может быть конфликт между разными членами в команде лидеров. Мы не можем разделить проблемы на эти три категории. Иногда они выходят за рамки. Но путь решения этих проблем, он практически одинаковый. Одна из вещей, которую я изучил, чтобы иметь способность избегать конфликта. Я считаю, что это должно быть первоначальной целью. Как для собрания, и так и для группы лидеров. Вы должны иметь способность видеть проблему перед тем, как она появится. И как же мы можем избегать разные конфликты. Я изучил, что одна из наиболее важных вещей это быть друзьями. как лидера. Это один из ключевых путей, который поможет нам избегать сложности. Вы должны найти путь, чтобы ваш лидер, старейшина, был другом. У него также должна быть возможность доверять вам, чтобы вы доверяли ему или ей. Потому что это ключевая вещь в решении ситуаций и проблем. Мне кажется, что я уже об этом вспоминал на нашем первом собрании. Очень много было семейных связей. Мы проводили вместе время, не только в церкви. Мы проводили время на протяжении недели. Как я уже сказал, наши дети росли вместе. И были вот эти любовные взаимоотношения. И это было огромное. И они были хорошим и прекрасным, пока они не разрушились. Потому что мы не видели то, что приближалось. И это один из важных элементов. Строить наши взаимоотношения как собрание. И если вы в команде, строить взаимоотношения как в команде. И это поможет вам решать разные ситуации. И библейский пример этого — это взаимоотношения между Давидом и Натаном. Вы все знаете, кем они были. Нафан был пророком, советником и очень близким другом для Давида. И когда Давид согрешил с Версавией, И у Нафана была возможность прийти и обличить Давида во грехе Без разрушения этих взаимоотношений. Это была трудная вещь, которую нужно было сделать. Но Нафану Бог сказал пойти и поговорить с Давидом. Но по причине этих близких взаимоотношений Это сработало. У него была возможность обличить Давида, И Давид покаялся в прелюбодеянии. Очень часто я вижу в командах, По той причине, что у них нету таких взаимоотношений, Они не разговаривают друг с другом о трудных вещах. Может быть, они не дарят. Не дарят. Они слишком боятся. А может быть, они остерегаются их. Но вам нужен такой тип взаимоотношений. Но я хотел бы видеть такие взаимоотношения Не только между лидерами, Но и во всем собрании. Что было бы настолько много любви, Что мы могли говорить о действительно сложных ситуациях. Я вел собрания, где были трудные вещи на протяжении многих лет. На английском у нас есть выражение. Они спрятаны под ковром. Может быть, у нас есть что-то подобное. Но если вы продолжаете спрятать проблемы под ковром, В конце концов, у нас будет холм, горб. У нас должна быть способность, чтобы говорить друг с другом. И я иногда не понимаю, почему это так трудно. Потому что если мы имеем эти истинные взаимоотношения, Если мы объединены вместе с Мессией, Это не должно быть так трудно. Люди должны знать, Мы должны дать людям знать, что я люблю тебя, Даже если вы делаете что-то плохое. Мы должны дать понять людям, что мы их любим, Даже если они согрешили. Но очень часто мы заняты тем, что осуждаем людей, Чем проявляем любовь. Но в контексте команды лидеров или команды старейшим Это естественно. Оно не может там не присутствовать. Но давайте мы пообщаемся о нескольких сферах. Верующие, которые имеют запинающий грех, Он конфликтирует с церковью. Намеренный. Намеренный. В первом Коринфянам, пятая глава, Мы видим пример. Но церковь, которая не решает вопрос греха, Среди членов, среди людей, Открывает двери для больших проблем. И это также касается команды служителей. Если есть что-то, что неправильное, Оно будет влиять всю команду. Вы помните историю, когда Иисус Новин пришел в обитованную землю? У них была победа над Ерихоном. И Бог сказал им ничего не брать. Но кто-то взял, не зная об этом, золото, серебро и спрятал это. И потом они сказали Иисусу Новину, О, мы пойдем в другой город. Город Глаза. Ай. Это маленькое место. Это маленькое место. Нам не нужно идти со всей армией. Только пошли несколько тысяч. И они пошли, и они были... Они были уничтожены, и они вернулись, и начали молиться. Почему? Что было неправильно? И потом им было открыто то, что было неправильно. Они согрешили в лагере. И вы не можете получить победу, если у вас есть грех в лагере. И это истина для церкви. Если есть что-то в вашем собрании, то, что вы не решаете, тогда у вас не будет возможности двигаться вперед. Вы будете пытаться. И, может быть, какие-то маленькие вещи, незначительные, будут работать. Но вы будете замечать, что каждый раз, когда вы будете пытаться что-то достичь, всё, оно будет расходиться. Всё, оно будет расходиться. Он не будет работать. Как стены Ерихона. Это будет происходить. И вот почему мы должны решать такие ситуации. Церковь, она не призвана, чтобы осуждать неверующих. Но Церковь ожидается, что она будет обличать верующих в нераскаянном грехе. Павел очень ясно об этом здесь говорит. Сегодня мы не любим остроту. Ты не должен быть настолько жесток. Ты должен быть более мягким, любящим. Когда грех совершается, ты не должен быть таким. Да, ты должен любить. Но это не означает, что ты не должен обличать. И это большая проблема во многих командах лидеров. Что они не решают такие ситуации. И всё начинает идти неправильно. 1 Коринфянам 5,11. Написано. «Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихоимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником, с такими даже и не есть вместе». Звучит очень грубо, не так ли? Но в таких ситуациях нам нужно быть очень ясным. И не должно быть исключений до их покаяния. Это то, в каком направлении мы должны двигаться. Бог — Он Бог восстановления. Мы такими также должны быть. Мы не должны покрывать грех. Но мы должны работать, чтобы человек восстановился в взаимоотношениях. Это должно быть вашим желанием сердца. Не осуждать этого человека, не отталкивать. Но хотеть вернуть его в правильное взаимоотношение с Богом. Это непросто. Но в любом случае это тот путь, который работает. В Матфея 18 главе 15-17 мы видим ключевой текст, как решать такие вопросы. Матфея 18 глава 15-17. Вы знаете, какая наибольшая ошибка, которую мы допускаем? Вы видите что-то неправильное. И потом вы ищете кого-то. Вы хотите найти кого-то. И вы говорите. Вы знаете, что там вот произошло? Он сделал это не так. Вам не нужно так поступать. Вам нужно пойти к этому брату или сестре. Там сказано это лично. Вы не делаете это после собрания в воскресенье. Особенно если вы лидер. Потому что люди увидят, что вы взяли какого-то человека в сторону и будут думать. О, что же происходит? Да, мы думаем. Нам нравится это. Мы мгновенно начинаем ожидать худшего. Но мы должны делать так, чтобы защитить человека. В первую очередь. Понять им, что неправильно. И потом помочь им, чтобы это было правильно. Перейдем к следующим ситуациям. Но этот текст, он показывает нам процедуру, как нужно решать ситуацию. Мы должны обличать. Но осторожно. Смиренно. И с любовью обучая, с целью восстановления. В Галатам 6, 1. Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Этот текст говорит, какое состояние сердца у нас должно быть. Если мы так поступаем, мы избавим нашу церковь от многих проблем. Когда-либо вы, если вы когда-либо обличаете кого-то, это Писание говорит, будьте осторожны. Потому что вы можете попасться в подобную проблему. И неважно, насколько духовным вы себя считаете, вы можете так же попасть. Нам нужно оставаться смиренным. молиться за Божьим водительством. Молиться, чтобы Его смирение было в вас. Иногда, как люди из собрания, вы можете быть недовольными своими лидерами или старейшинами. Как вы поступаете вот с такими ситуациями? Итак, у нас есть ситуация в Деяниях 6 глава с 1 по 6 стих. Там были проблемы, которые... и помощи вдов. И что же произошло? Они сделали собрание. Собрание учеников. Нам нужно принять решение, чтобы продолжить проповедовать Евангелие. Поэтому давайте найдем тех, кто сможет решать эти вопросы. И, как я уже говорил ранее, это одно из ключевых решений, которые должны делать старейшинам. Искать тех, кто может решать определенные вопросы. Поэтому они начали искать тех, кто мог бы решать эти вопросы. И они молились за них и благословляли. Жалование должно быть решено. Вы не должны его игнорировать. Но вы должны решать его правильным образом. И в этом отрывке Писания сказано, то, что произошло с этим. И там сказано, что... Седьмой стих, шестой главы Деяний. И Слово Божье росло, и число учеников весьма умножалось. В Иерусалиме и из священников очень многие покорились вере. То есть решение проблем, которые приводили к сложностям. Результатом было то, что многие люди пришли к вере, церкви росли и распространялись. Когда мы решаем ситуации, это приводит к росту. И мы видим опять, как Бог начинает двигаться. Они использовали это для утверждения служения, для улучшения. Но если мы не имеем ясное понимание, как решать вопросы, люди склонны к тому, чтобы создавать свои собственные идеи. Люди начнут говорить между собой, будут создаваться маленькие группы. Я за это, я за это. Но это единство, оно будет разрушено. Люди будут вовлечены в сплетни, в разговоры друг с другом. И у нас будут небольшие круги людей, которые очень эксклюзивные. И вы услышите их сказать вещи, как «О, мы – это настоящие духовные люди здесь». И там, где они друг друга ставят в позиции, вместо того, чтобы быть смиренным и служащим, старейшины, они должны быть основным примером здесь. Они должны быть более заинтересованы в других, нежели в себе. Они должны иметь любовь к овцам. Слуги более, чем господины. В 1 Петра 5, 1-3. 1 Петра 5, 1-3 стих. Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и Бога угодно, не для гнусной корости, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду. Вы должны понять одну вещь в этом. Петр, он был апостолом, но здесь он называет себя старейшином. Он знал, что это библейская форма. Мы должны уважать наше лидерство. Но они люди, и они могут допускать ошибки. Поэтому нам нужно молиться за них. Писание говорит нам молиться за них. Иногда я прихожу в собрания, и потом спрашиваю их вопрос, как часто вы молитесь за пасторей, за лидеров? И очень часто вопрос, не так часто. Нам нужно молиться за них каждый день. Одна женщина сказала, вы получаете то, за что вы молитесь. Если вы не молитесь, это не будет работать. Но Бог хочет работать между ними так же. У них должна быть способность работать с радостью. Мы должны быть медленны на осуждение. Мы должны проверять, или это истинно, то, что было сказано. В 1 Тимофея 5,19 сказано, что нам нужно больше, чем один свидетель. Нам нужно говорить истину, но с правильным сердцем. Это очень важно, что наше сердце, оно правильное. не обвинять их, но помогать. В ситуациях, когда лидер, он не отвечает, вам нужно использовать тот же подход, который описан в Матфея 18 главе. Вам нужно поговорить с ним, и в первую очередь лично, не с другими. Не будьте причиной для сплетен. Некоторые конфликты являются по причине гордости. И мы должны избегать вот такие причины. Вот почему мы должны помнить, что мы все остаемся несовершенными. Лидеры это должны делать, и так же и мы, так как мы являемся под ними. Библия говорит, что мы должны подчиняться друг другу. И это очень важно, и очень трудно в сегодняшние дни подчиняться кому-то другому, потому что мы считаем, что мы это знаем лучше. Бог противится тем, кто не смиренный. Но тот, кто смиренный, тому он дает благодать. Мы становимся похожим на врага, если мы не осторожны. Некоторые конфликты, они возникают по причине непрощения. И это одна из тех вещей, за которых нам нужно искать так же. С вашей личной точки зрения, простили ли вы? Прощение, оно настолько важно в наших взаимоотношениях друг с другом, во взаимоотношениях с лидером, но и так же между лидерами. У них должна быть открытость, прозрачность. Я уже больше не пастырь. Это одна из тех причин, почему я не верю в это. Окей? But the other thing is, I feel that God is moving me around too much to be involved just in one congregation. Бог двигал меня по разным местам очень много, чтобы быть вовлеченным в одно собрание. Окей? Я служу во многих местах. Окей? But one thing I do, when I come to a place for the first time, И первая вещь, которую я делаю, когда прихожу впервые на какое-то место, когда меня кто-то приглашает, 10 лет назад, когда я впервые приехал в Украину, я общался с Валентином и Сашей, которые пригласили меня. И первая вещь, которую я сказал, когда я приехал, «Я под вашей властью». «Я подчиняю себя вашей власти». И это не изменилось. Окей? И я сказал, «Если вы видите что-то, что неправильно, тогда скажите мне, я даю вам полную свободу говорить». Окей? Это важно. Когда мы переехали из Бельгии в Финляндию, мы присоединились к собранию, где мы сейчас находимся. Они хотели, чтобы мы там были пастырями. Официальный пастырь, он внезапно ушел, и не было у них замены. И я сказал, «Нет». Потому что я знал то, что Бог хочет от меня. Но я им сказал то же самое. Но я им сказал, что теперь я под вашей властью. И если вы что-то увидите, говорите мне. Такие взаимоотношения должны быть в команде лидеров. Вам нужно сделать такое посвящение друг другу. И вы должны это проговорить. Да, вы должны это сказать. Если я вижу что-то, но сначала вы должны сказать, если вы видите что-то во мне, скажите мне. И если я что-то вижу, я скажу. Потому что это путь, как вы будете решать многие ситуации. Вам не нужно думать. «Ой, что же пройдет, если я это сделаю?» Или я сделаю что-то неправильное? Если они вам не говорят, вы можете выйти из ситуации и сказать, «Да, все хорошо». И другая вещь, которую я также сказал, это мое согласие с вами. Но если вы не придете и не скажете мне, не говорите об этом за моей спиной. И не приходите. Поэтому нужно такое доверие. Поэтому я действую очень свободно. Потому что я прохожу через ситуацию и знаю, что если что-то будет неправильно, они мне скажут. И поэтому я свободен. Я не должен думать постоянно, делаю ли я что-то неправильно, нравлюсь ли я им. В Римлянам 12 глава, 8 стих. Романс 12, 18. Говорится тоже о том, что очень важно. Если возможно, к тому, что это зависит от вас, живите в спокойствии с всеми людьми. Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми. И здесь делается акцент на вас, а не на других людях. То, что они делают, это не важно. Это то, что вы делаете. Как вы ведете себя? Поступаете ли вы правильно? Поступаете ли вы, соответственно, Писанию? Хочет ли ваше сердце жить с кем-то в мире? Так как Бог выбирает людей, мы должны покрывать людей Божьей любовью. нам нужно иметь сострадание. Мы должны быть добрыми. Мы должны быть смиренными. Нам нужно иметь кротость. наибольшее. И нам наиболее нужно терпение. Может быть, это не самое сложное для нас? Мы не можем ожидать, когда вещи произойдут. И мы пытаемся их подтолкнуть. И мы пытаемся манипулировать ситуацию. Но нам нужно терпение. И нам нужно молиться за Него. Не так, как один человек. Который сказал, Бог, дай мне терпение. И сделай это сейчас. Нам нужно понимать, что Бог, Он может нас наполнить. что мы можем носить нужды друг к другу. Нам нужно прощать. Бог, Он дал нам настолько много прощения. Я не знаю, сколько Он тебе прощал, но я знаю, что Он меня прощал огромное. Я не знаю, как у Вашей жизни, но Бог простил очень много в моей жизни. Если Он простил меня, то я должен прощать других. В прощении есть что-то очень трудное. Как Вы, откуда Вы знаете, что Вы действительно простили кого-то? Я надеюсь, что это Вас не шокирует. Но откуда Вы знаете, когда Вы по-настоящему простили кого-то? Тогда, когда Вы больше не помните. Когда Вы больше не помните. У меня был такой жизненный опыт два года назад. Я встретил одного человека, которого я знал очень много лет назад. И он пришел ко мне и сказал, что мне нужно кое-что спросить. Я сказал, хорошо. И он мне говорит, можешь ли ты простить мне то, что я сделал? Что же ты сделал? И потом он мне рассказал историю. А я просто не помнил. Я не помнил. Да, я не совершенный. Я помню очень много вещей, которые люди сделали. Но я работаю над этим. Откуда я знаю, что это истина? Бог сказал это. Я спрячу Твои грехи в морские глубины, где никто не сможет их найти. Когда мы приходим на небеса, и мы можем говорить, что Бог, Боже, я прошу прощения за это, за это, за это. И я думаю, что Бог будет смотреть на вас таким же образом, как я смотрел на этого человека, который ко мне пришел. Пустое такое лицо. И что же, о чем же ты говоришь? Очень часто мы не понимаем вот этим истинно Писание, что мы прощены. И мы можем прощать других. И другая вещь, которую Бог сделал, Он сказал, что положил их на морские глубины и поставил знак. Что же написано на знаке? Нет рыбалки. Не пытайтесь словить эти вещи обратно. Хорошо, я надеюсь, это поможет вам понять многие вещи. У нас закончилось время. Развивай правильное отношение и жить той жизнью, которую Бог вас призвал. Аминь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!